так друзья смотрите проект называется phenomenal token феноменальный токен и это название в этом проекте не случайно если вы когда-либо что-либо слышали о токенах коинах и тому подобных вещах попрошу вас сегодня на буквально 40 минут времени отключить все что было в вашем прошлом потому что ничего подобного раньше не было и сейчас я объясню почему то есть это первый в мире токен который имеет сто процентов с плюсом обеспечения то есть каждый токен обеспечен более чем на сто процентов обеспеченным биткоином вся экономика в проекте в биткоине здесь не будут вам начислять какие-то непонятные единицы пассивный доход в биткоине какой-то доход тоже сегодня об этом более детально и более подробно пообщаемся итак смотрите что было миссией и целью когда основатели проекта его задумывали то есть принести на рынок инвестиционный инструмент который дает во первых постоянный постепенный рост стоимости актива и второе дает стопроцентную ликвидность что такое ликвидность это значит что в любой момент любой пользователь независимо от того на какую отметку выросла цена актива может одним нажатием кнопки продать весь актив и сама компания гарантирует выкуп актива именно это является новшеством да потому что мы видели огромное количество всевозможных монет которые на просторах интернета нам предлагается но так чтобы сама компания гарантировала выкуп этих монет такого не было идем дальше для того чтобы каждый пользователь понимал откуда берется стоимость актива существует простейшая формула вот здесь в правом верхнем углу она расположена цена актива всегда равна количеству денег в пуле обеспечения деленное на выпущенные токены теперь разбираемся что такое пул обеспечения и откуда вообще появляются токены чтобы было понимание первое пул обеспечения в данный момент пулом обеспечения является холодный кошелек биткоина на который поступают средства от покупателей до того момента пока деньги зашли в обеспечение токена никаких монет быть произведено не может то есть только в тот момент когда обеспечение заходит в пул появляется новый токен следующий момент для того чтобы пользователь смог участвовать в системе ему нужен входной билет давайте условно представим сравнение с кинотеатром то есть для того чтобы мы пришли в кинотеатр и получили удовольствие от просмотра фильма нам сначала придется приобрести билет после этого мы идем в зал и получаем просмотр фильма и удовольствие от его просмотра здесь та же самая система человеку для того чтобы стать участником проекта и и для того чтобы получать удовольствие от пассивного дохода нужно получить входной билет здесь в компании этот входной билет называется статусом каждый пользователь начинает участие в проекте с покупки статуса далее после того как человек приобрел статус соответственно только после этого он сможет продолжать получать для себя сам актив то есть покупка актива начинается только в тот момент когда человек уже является полноценным участником еще одна деталь которая обязана быть на каждой конференции на каждой презентации обращу ваше внимание на следующую деталь максимальная эмиссия токенов 30 миллионов единиц то есть не больше токена быть не может в природе соответственно ни один токен не предпред выпускается то есть до того момента пока деньги не зашли в пул обеспечения ни одна единица актива не может появиться на свет следующий момент есть внутренняя торговая площадка а теперь внимание рассказываю об уникальностях этой площадке потому что она реально очень уникальна две основные уникальности первое на этой площадке полностью исключено манипулирование ценой то есть здесь не покупатели не продавцы не смогут искусственно опускать цену или искусственно ее поднимать это основная и главная уникальность и вторая уникальность каждый ордер гарантированно будет обработан площадкой максимум в течение 72 часов а теперь буквально вкратце о каждой из уникальностей первое каким образом происходит размещение ордеров это важно понимать для того чтобы было ясно почему манипулирование ценой невозможно представим себе ситуацию в компанию приходит Евгений который для себя решает приобрести какое-то определенное количество токенов перед этим он купил себе статус он полноценный участник и он ставит заявку на покупку актива к примеру в 9 часов по какому-нибудь времени по московскому или по белорусскому или по украинскому не суть важно по какому в 9 часов он поставил ордер на покупку в тот момент в ту секунду в тут с точностью до доли секунды когда он нажал кнопку купить система зафиксировала момент нажатия кнопки и зафиксировала четкую стоимость актива в эту секунду далее какой-то участник который находится уже в системе к примеру юлия решает что ей достаточно той прибыли которая она получила от системы и в 19 часов по лондонскому времени она решает продать часть актива выставляет ордер на продажу точно так же система в эту долю секунды фиксирует стоимость актива и эта заявка становится четко определенной ценой по какой цене она свой актив продаст один раз в сутки в полночь по лондонскому времени компания производит сведения всех ордеров которые были в течение дня выставлены на внутренней площадке в результате в десять секунд первого ночи каждый кто участвовал в торговле получает свое покупатели получают токен продавцы получают биткоин и те и другие заплатили небольшие комиссии которые пошли в пул обеспечения либо были сожжены если это комиссия от продавца и была оплачена токеном соответственно применяем ту формулу о которой мы с вами говорили в самом начале нашей встречи количество обеспечения делим на количество токенов у нас цена снова выросла и так происходит с каждой транзакцией которая происходит внутри сети дальше каким образом работает вторая уникальность P2P площадки мы уже говорили о том что каждый ордер гарантированно будет обработан системой максимум в течение семидесяти двух часов что это значит условно представим ситуацию сегодня предпраздничный день люди хотят вывести денег из проекта для того чтобы купить подарки родным и близким к примеру к новому году соответственно большое количество людей размещает ордера на продажу для того чтобы зафиксировать прибыль и вывести деньги что при этом произойдет когда продавцов большое количество а покупателей для того чтобы купить все токены не хватает в работу включается сама компания то есть пул обеспечения компании максимум в течение семидесяти двух часов с момента размещения всех этих ордеров компания забирает все токены из заявок продавцов сжигает эти токены и из пула обеспечения выплачивает им биткоин который тут же доступен для вывода покупать продавцы продали токен получили биткоин вывели деньги из проекта купили подарки все счастливы и довольны сейчас у нас абсолютно иная ситуация в проект стартовал пять недель назад соответственно происходит ажиотаж небольшой пока еще но люди стремятся купить токен потому что он пока еще дешевый они его хотят купить и соответственно продать когда-то уже позже когда он вырастет в стоимости соответственно получается такая ситуация покупателей много продавцов нет в результате все люди стоят в очереди и могли бы стоять очень долго в этой очереди но компания реализовала модель следующим образом в тот момент когда заявка пользователя становится на покупку компания отслеживает 24 часа с момента выставления ордера если ордер не отработал то есть не появился продавец компания забирает 35% биткоина из этого ордера отправляет его в пул обеспечения а для человека происходит эмиссия токенов следим за остатком заявки если на следующие сутки снова не появился продавец компания забирает еще 35% биткоина из заявки отправляет в пул для человека происходит снова эмиссия таким образом максимум в течение трех суток каждый пользователь получает свой токен и при этом когда он находится в очереди он четко понимает по какой стоимости ему этот актив будет куплен идем далее входные билеты то о чем мы говорили в самом начале для того чтобы человек был полноценным участником в этой системе есть система статусов в каждом статусе есть наполнение восемь параметров которые показывают какие преимущества и привилегии получит пользователь разница у статусов только в цене то есть от минимальной до половины биткоина это разница в стоимости что дает статус во-первых статусы увеличивают скорость получения дохода во-вторых статусы увеличивают размер получения дохода это нужно понимать для того чтобы выбрать для себя именно тот статус который вы хотите подобрать под свои финансовые цели и задачи статусы не имеют срока действия то есть смотрите в большинстве проектов бывает такая ситуация когда статус действует к примеру 90 100 дней человек пришел в проект он еще не успел разобраться в этом проекте не успел ничего заработать а ему уже заново надо покупать какую-то лицензию здесь все сделано иным образом срок действия лицензии истекает по количеству дохода то есть у каждого статуса есть лимит получения дохода который постепенно исчерпывается с каждой полученной прибылью о чем я говорю к примеру человек пришел и он обычный инвестор он не занимается развитием структуры он просто получает прибыль от роста стоимости актива соответственно каждый раз когда ему начисляется новый биткоин на его баланс вот от этой цифры происходит минусование к примеру человек пришел и приобрел для себя статус gold статус стоит 0.05 биткоина у человека при этом получается дается человеку возможность получить доход 0.18 биткоина каждый раз когда ему приходит вознаграждение в виде пассива к примеру 0.01 биткоина отсюда минусуется цифра остается 0.17 потом 0.16 0.15 0.14 и так далее то есть каждая транзакция в виде вознаграждения минусует этот лимит как только лимит подошел к нулю статус у человека замораживается то есть билет закончил свое действие что при этом происходит если у человека внутри есть какая-то команда то есть к примеру человек активно развивал структуру строил сеть и человеку начали приходить партнерские вознаграждения ночью он спал в этот момент пришло какое-то очередное вознаграждение статус закрылся то есть он закончил свое действие что при этом произойдет ни одно вознаграждение которое дальше будет происходить то есть в структуре продолжаются покупки ни одно вознаграждение не пройдет мимо этого человека каждый цент который начислен в виде комиссионных ляжет на баланс этого человека но этот баланс будет замороженным утром к примеру когда человек проснулся он с этого замороженного баланса покупает себе такой же статус либо статус уровнем меньше либо наоборот статус уровнем больше и как только этот статус куплен для человека полностью все возобновилось баланс разморозился он может пользоваться всеми привилегиями услугами как было ранее ни одно вознаграждение не уйдет к вышестоящему спонсору не останется в компании все будет отправлено на баланс этого человека единственный минус за которым нужно следить в момент заморозки статуса токены которые находились у человека на балансе будут выставлены на продажу они будут проданы и превратятся в биткоин поэтому друзья послеживайте за этим моментом особенно те кто уже находится в проекте в дальнейшем это все будет переведено в автоматический режим то есть с появлением сайта можно будет поставить галочку разрешить автопродление соответственно статусы будут продлеваться автоматически следующий параметр который есть в статусе это дополнительный бонус к маркетингу о нем скажу чуть дальше когда перейду к партнерской программе теперь смотрите какая интересная деталь прямо акцентирую ваше внимание человек здесь в компании не может приобрести токенов сразу на большую сумму денег у каждого статуса есть лимит на покупку то есть можно покупать определенное количество токенов за разовую операцию раз в сутки человек может разместить один ордер на покупку или один ордер на продажу соответственно каким образом измеряются ордера компания четко понимает что к примеру на статусе gold человек когда приобрел сегодня токенов на 0.08 биткоина то через буквально 2-3 дня для того чтобы их продать нужно будет ордер большего размера потому что стоимость актива постоянно растет именно так и сделано честно в отношении любого пользователя покупая меньше продать можем больше это важно а теперь самый основной акцент обращайте внимание вот на этот параметр лимит хранения именно эта строчка отвечает за пассивный доход в этой компании поясняю как это работает понятно что любой пользователь который купил для себя актив постоянно растущий в цене будет стремиться держать его как можно дольше его практически невозможно будет заставить его продать поэтому компания ввела такую процедуру как ограничение в лимите хранения то есть когда актив человека вырастает к примеру на статусе gold до 0.75 биткоина актив который находится выше этой отметки начинает автоматически продаваться выросла цена за сутки на 1% вот этот 1% превышающий лимит хранения автоматически выставляется на продажу продается превращается в биткоин и попадает на баланс к пользователю а теперь друзья внимание этот процесс бесконечен то есть если человек имеет какое-то количество токенов на своем балансе он будет постоянно получать пассивный доход в виде биткоина на свой баланс что это за пассив если взять утрированно простыми словами за вычетом всех комиссий 20% в месяц чистого пассивного дохода в биткоине далее есть такая интересная деталь в каждом статусе как предоплаченные токены сегодня наш программист разработчик начал добавлять такую интересную фишку в калькулятор командный скоро каждый человек сможет понять для чего эти токены были введены вплоть до цифр вот к примеру возьму статус black для того чтобы рассмотреть пример когда человек покупает статус black на 8% от 0.5 биткоина ему выставляется ордер на покупку он обязательно отрабатывает то есть у человека появились первые токены если человек эти токены оставит и не будет их продавать то через буквально сейчас я вам скажу точную цифру через 273 дня за счет за счет вот этой первой покупки которая автоматически произошла от компании его статус полностью окупится то есть ему даже не нужно будет покупать чего-то дополнительно вот это такая кэшбэк покупка полностью окупает человеку статус за 273 дня примерно 8 месяцев статус окупился это так для понимания идем дальше есть в компании маркетинг более детально мы его разбираем на школах сейчас не буду на нем в подробностях останавливаться скажу о нем только одно маркетинг этот карьерный то есть карьера без ограничений по глубине такой маркетинг используется в самых крупных страховых компаниях и может работать вот реально столетиями то есть его невозможно каким-либо образом перекосить будет остановить и так далее он будет работать что здесь в отличие от страховых компаний внедрено то есть если в страховых компаниях личник может обогнать наставника по обороту здесь это невозможно то есть обгон исключен в любом случае личный приглашенный будет находиться по объему всегда ниже спонсора потому что спонсорский спонсорская покупка она тоже входит в товарооборот еще один момент который можно сказать неважно на каком уровне происходит покупка в вашей структуре это первый уровень это сто первый уровень или это тысяча первый уровень если у вас есть отрыв по карьере по рангу то соответственно вы будете получать вознаграждение со всей этой глубины неважно на каком уровне происходила эта покупка больше ничего пока не буду по маркетингу рассказывать чтобы не затягивать время расскажу самую золотую деталь в этом проекте ребят когда люди вникает в то каким образом здесь реализована система кредитования большинство из людей сразу же говорит этому проекту в принципе одних кредитов было бы достаточно для того чтобы он развивался и процветал смотрите как реализована эта модель люди которые находятся в проекте уже окрестили эти кредитами эти займы кредитами которые можно не возвращать как это работает в любой момент под залог актива который есть на балансе у пользователя к примеру у человека есть актив стоимостью десять тысяч долларов и он к примеру находится цена статусе вип соответственно он может взять до трех кредитов открытых одновременно размером восемьдесят процентов то есть десять тысяч восемьдесят процентов восемь тысяч в любой момент человек может взять в виде кредита кредит выдается в биткоине и этот биткоин тут же вывести из системы забрать его домой использовать его как-то в своей жизни зайти в какой-то еще дополнительный проект поехать на него в путешествие купить себе какой-то интересный девайс и так далее неважно куда вы его используете это доступно а теперь внимание что происходит с токенами которые находятся на балансе у человека все эти токены остаются на балансе они никуда не забираются никуда не исчезают просто они из раздела доступно перемещаются в раздел заморожено и соответственно человек не может эти токены замороженные продавать или куда-то переводить а теперь внимание что с этими токенами происходит каждый час когда стоимость актива подрастает эти токены начинают размораживаться прошел час один токен разморозился прошел час еще один токен разморозился еще час еще токен разморозился и таким образом с ростом стоимости токены постепенно размораживаются и ложатся на доступный баланс пользователя в результате Через какой-то период времени, в зависимости от суммы взятого кредита, может через 15 дней, может через 45, может через 90, может через 100 дней, стоимость актива выросла на, к примеру, какой-то определенный процент. Кредит разморозился, токены лежат на балансе в доступном формате, и человек может под эти доступные токены снова взять кредит и снова забрать его из компании, поехать еще в одно путешествие или приобрести себе еще какой-то подарок. И кредит снова будет размораживаться, размораживаться и возвращаться человеку на доступный баланс. И такое количество доступных кредитов, одновременно открытых, достигает трех, в зависимости, опять же, от статуса. Единственное, о чем обязательно должен сказать, есть комиссия за кредит, которая составляет 0,1% в день от суммы взятого кредита. Это примерно около 3% в месяц. А теперь смотрите, друзья, какая интересная математика. 3% в месяц комиссия по кредиту. Мы с вами знаем, что актив растет со скоростью примерно 1% в день. То есть за первые 3 дня в месяце покрывается вся комиссия за весь месяц. Дальше человек себе спокойно получает открытый, размораживающийся актив, который может использовать как угодно. А теперь еще одна подробность. Вот этот комиссионный токен, который оплачивается в виде кредита, он списывается с баланса человека один раз в сутки. Весь токен, собранный системой со всех пользователей, взявших кредиты, раз в сутки сжигается. Как только он сожжен, количество токена стало меньше, стоимость актива у нас снова с вами вырастает. И этот процесс бесконечен, потому что люди будут использовать этот инструмент для разных целей. Кто-то для того, чтобы вывести и оплатить какие-то покупки в реальной жизни. Кто-то для того, чтобы купить новые статусы на своих новых учетных записях. Кто-то для того, чтобы докупить активы и так далее. То есть это такой бесконечный финансовый конструктор, который генерирует прибыль для всех пользователей, которые находятся внутри системы. Еще одна деталь, о которой обязательно стоит сказать. Все, что мы сейчас с вами видим, это снежинки на самой верхушке айсберга. То есть основную часть самого айсберга и то, что находится под водой, мы с вами сейчас даже представить не можем. То, каким образом компания развивается, все уже заметили. Опережаются все шаги, которые описаны в roadmap. Но при этом смотрите, какие ближайшие планы и цели у компании. Сейчас мы находимся с вами вот на этой отметке между запуском Telegram-бота и запуском веб-версии. То есть Telegram запущен, мы с вами им пользуемся, получаем хорошую прибыль, отличную прибыль. На первый квартал 2021 года планировался запуск веб-версии. Но уже в ближайшие пару недель мы с вами начинаем использовать эту веб-версию. То есть сайт уже практически готов. Скоро его начинают тестировать лидеры проекта. После того, как лидеры дадут обратную связь компанией, где что лучше, может быть где-то что-то можно улучшить, сайт будет доступен для всех пользователей. Далее, второй квартал 2021 года. Компания стремится к децентрализации. То есть сейчас актив централизован. Пул обеспечения находится в сети биткоина, соответственно, он уже децентрализован. Но есть пока центральная точка. То есть сам токен находится в централизованном формате. Девочки и мальчики, не рисуйте, пожалуйста, на экране. Кто будет рисовать, пойдет в баню. Далее. Будет реализован смарт-контракт, который переведет пул ликвидности и всю систему, которую мы с вами сегодня рассмотрели, в децентрализацию. Это будет реализовано во втором квартале 2021 года. Дальше. В это же время будет заключено партнерство с эмитентом карт Visa и MasterCard. Это криптовалютные карты. То есть на них спокойно можно будет отправить биткоин, эфириум. И после этого пойти в любой магазин в вашем городе и приобрести для себя продукты, одежду, бытовую технику, то, что вам нужно. Магазин получит ту валюту, которую он принимает. С вас, соответственно, будет списана та криптовалюта, которую вы пополнили, отправляя ее на эту карту. Далее. Компания планирует развернуть Marketplace, но не совсем обычный. То есть на этом Marketplace можно будет приобрести для себя финансовые продукты и услуги. Инвестиционное золото, к примеру. Ну и много всяких других интересных вещей, которые могут быть необходимы человеку, который любит инвестиции. Далее. Второй квартал 2022 года. Запуск децентрализованной биржи. Как я уже говорил, компания стремится к децентрализации для того, чтобы это все работало полностью в автономном режиме. Реализация идет, и это будет сделано. И есть еще много-много различных целей. Одна из них очень сильно нравится сообществу, которое уже находится в проекте. Это разработка собственного блокчейна. Для чего? Вот такой вопрос люди задают. И так сейчас существует более десятка всевозможных блокчейнов, на которых можно и смарт-контракты написать, и все остальное. Друзья, есть определенная гибкость у каждого смарт-контракта. Соответственно, компания планирует запустить смарт-контракт, на котором люди в дальнейшем смогут создавать свои токены и запускать эти токены в виде смарт-контрактов с обеспечением, с кредитованием, с погашением кредитов частями и так далее. То есть, вот все, что сейчас реализует компания Phenomenal, в дальнейшем сможет сделать любой пользователь, который захочет запустить свою финансовую систему. И эта система будет абсолютно безопасна для тех людей, которые придут на этот смарт-контракт. А теперь задумайтесь. Сейчас Phenomenal только появляется. Еще мало кто о нем знает. Соответственно, через буквально полгода, максимум год, об этом проекте будет знать весь мир. Смело можно об этом говорить. И смотрите, какая будет модель. Любой пользователь в дальнейшем, когда начнется эра вот таких обеспеченных денег, когда его будут приглашать на какую-то презентацию, где скажут, что у них есть какой-то новый золотой токен, люди будут задавать следующий вопрос. А у вашего токена обеспечение есть? Если обеспечения у токена нет, то вероятность того, что люди его станут покупать, будет стремиться к нулевым позициям. На этом я сегодня свое повествование останавливаю.